Как это называется? Гоми. Я рубил. Free Fire. Игрушка реально крутая. Залетай со своими дружбонами по ссылке. Может, ты меня встретишь. Вот это вот стоит 25 миллионов рублей? Серьезно? Да, серьезно. Ты не верил. Давайте, блядь, вместе посмотрим, что это за реклама такая, дорогая. Всем привет, братья и сестры. Здорово, отец. На связи отец Евген. Добро пожаловать на новую часть «Сколько стоит Free Fire?». Рубрика, в которой мы вместе с тобой смотрим самые дорогие рекламные интеграции Горены. И пытаемся посчитать, сколько денег было отдано разработчикам Free Fire за рекламу у этих людей. Класс! Вашему бешеному активу я увидел, что прошлая часть вам очень сильно понравилась. Поэтому я решил снять для вас вторую. К тому же, за это время Горена снова нихеровенько так потратилась. Закупив просто огромнейшую кучу новых интеграций. Ну а перед тем, как мы с тобой начнем... Ребятушки, я не раз на своих стримах рассказывал, что играю в огромнейшее количество мобильных игрушек, помимо Free Fire. И очень многие подписчики у меня постоянно просят посоветовать им какую-нибудь достойную игрушку. Вот прям такую, чтобы зайти в нее, и невозможно было оторваться. Абсолютно каждый день я играю в Dawn of Zombies. Это топовая выживалка в огромнейшем открытом мире. Здесь есть просто все, вот прям реально все, что только можно поместить в охренительную игрушку. Оригинальный сюжет, харизматичные персонажи, за которыми действительно интересно наблюдать. Большое древо прокачки с десятком самых разных способностей. Открытый мир с большим количеством тщательно проработанных локаций. Ты просто посмотри, насколько здесь все детализировано. Ну это же просто хайф! Сотни самых разных вещей и оружия. Бескорничные возможности в кастомизации персонажа и обустраивании собственной подземной базы. Качай эту пушку, братик, прямо сейчас, по моей ссылочке в описании. Создавай своего уникального персонажа и отправляйся на поиски новых приключений в опаснейшем постапокалиптическом мире. Ссылочка на скачивание Dawn of Zombies в описании. Давай выживать вместе! Как и в прошлом нашем с тобой видео, это будет топ 10, где 10 место это самая дешевая интеграция. А первое, самая дорогая. Братик, я тут заметил, что мои ролики смотрит огромнейшее количество людей без подписки на канал. Я тут, понимаешь ли, стараюсь, офигенный контент делаю, а ты не подписался. Подпишись по-братски прямо сейчас, а я тебе за это промокод, который недельный ваучер дает. Вот он. Пиши его в комментариях под этим видео и в следующем ролике я выберу одного комментатора, кому его отправлю. Желаю удачи! Обращаю также твое внимание, братик, что все цифры в данном видеоролике примерные, взятые вот из этой вот головы. На основе информации, которую я нашел в открытых источниках. В комментариях к этому видеоролику ты также можешь писать свое личное мнение. Сколько по твоему мнению стоит та или иная интеграция? Какая из них отстой, а какая самая охренительная? Мне будет очень интересно почитать твое мнение и сравнить его с моим. Самые топовые комментарии к этому видеоролику я обязательно пролайкаю и отвечу на них лично. Господи, да я, наверное, единственный ютубер, который читает все комментарии и на большую часть отвечает. Потому что они у меня самые топовые. Это для тебя лишний стимул черкануть комментик. Ну а прямо сейчас прожимай мне лайкусик и погнали смотреть. Десятое место. Джавид и Каха. Вот это уже бизнес. Джавид это знаменитый комик, снимающий скетчи в инстаграм и на ютубе. На сегодняшний день он имеет аудиторию в 2,5 миллиона в инстаграм и примерно столько же на ютубе. Free Fire он прорекламировал на своем канале вместе с еще одним комиком Артемом Караказяном, он же Ках. И если бы он эту рекламу делал один, то такая рекламная интеграция обошлась бы горе не примерно в 400 тысяч рублей. Но так как здесь задействовано второе популярное лицо, то это автоматически плюс 50% от стоимости. А значит реклама уже стоит 600 тысяч рублей. Ебать у тебя, братан, синяки под глазами. Как это называется? Че гонишь? Это Free Fire. Ебать охуеву, братан. Это мысли бесплатно. Бат, это я знаю. Это Free Fire. А ты в курсе, что это вот игра самый популярный в 2020 году? Сотни миллион скачиваний. А сейчас там уже есть обновление. А сейчас там 200 миллион скачиваний, брат. Еще популярный. Братцы, новый персонаж, Широ, уже ждет вас в игре. Это им Элджей вдохновился. Он даже новый Терек Эклипс. Широ, это Элджей им вдохновился. Он даже клипчик им снял, блять, братчики. А ну быстро идите клипчик, зацените Элджей. Он прям такой чугузный клипчик снял. Он вдохновился Широ. Free Fire вдохновляет людей на то, чтобы они писали рэпчик и снимали клипы. И еще стриглись, как Широ. Девятое место. Magic Five. Про этих украинских ребят я уже рассказывал в первой части. Тогда они были на седьмом месте, и мы посчитали, что за рекламу Гарена отдала им примерно 900 тысяч рублей. Но спустя примерно месяц на их канале выходит вторая рекламная интеграция с Free Fire. А это значит, что вероятнее всего Гарена за вторую интеграцию получила какую-то скидку. Лично я думаю, что за вторую интеграцию Гарена отдала примерно 750 тысяч рублей. Мы все обожаем в нее играть, братан. Все. Я тоже в нее играю. Идиот. Тупой. Всего на карте 48 человек. Ты прыгаешь 47. Вы реально? Вы, блядь, платите миллионы за эти ролики. И вы, блядь, не можете согласовать нормально с ними текст. Ушло обновление Саюнара Бой. Здесь появился новый персонаж Шира с уникальными способностями и стилем игры. И сейчас он скажет, что Элджей вдохновился этой игрой и снял клип по Free Fire. Персонаж Шира это любимый персонаж Элджей. Любимый персонаж Элджей, блядь. Этого персонажа еще не было в игре, когда Элджей подписал контракт с Гареной, блядь. Держу тебя в курсе, братишка. И похуй, что трек он анонсировал со своим братишкой Данилкой еще полгода назад в своем инстаграме. Похуй на это совсем. Блядь. За что вы им деньги платите, ебаный в рот? Посвященный, блядь. Проплаченный игрой Free Fire, блядь. А не посвященный. Ух, бомбит. Восьмое место. Литвин. Про Литвина я точно так же рассказывал в своем прошлом видео. Тогда он был на шестом месте. Найдя актуальный прайс-лист в открытых источниках, мы выяснили, что интеграция на его канале стоит примерно 1 миллион 200 тысяч. Но так как это уже вторая интеграция Гарены с этим ютубером, вероятнее всего, она вновь получила скидку от агентства. Примерно 1 миллион. А, кто б сомневался-то, ага. Бля, ну ты бот Литвина, сейчас с таким лицом. Да, реально все, кто делает интеграцию, они все боты. Но в этот раз, честно, так себе у него интеграция. В прошлый раз было круче. Видно, что текст заучен без какого-то особого креатива и без еблета монтажера разбитого мечом. Погоди. На нахуй минус монитор. Седьмое место. Мамикс. Я думаю, этот человек не нуждается в особом представлении. Ведь его наверняка знает каждый второй игрок в Free Fire. А для тех, кто его не знает, это тот человек, который побил мировой рекорд по самому огромному фонтану из Кока-Колы. Из Кока-Колы, Карл! На сегодняшний день Мамикс имеет 12 миллионов подписчиков на своем канале. А стоимость одной его рекламной интеграции составляет примерно 2 миллиона рублей. Бля, это чувак, а че у тебя... Ты где это видео снимаешь? У тебя прям экран максимально маленький. Вот смотрите, блядь, видео на iPad'е, наверное, да? На iPad'е он, скорее всего, и где, блядь? Че за графика? Чувак, Мамикс! Теней нет, графика просто... На каком реально устройстве снимал эту рекламу, братан? Напишите в комментах, че это за устройство? Такой маленький экранчик. Тут нет, тут вроде нормально все. Че это за мобила? Айфон какой-то? И че это, блядь, Китай какой-то? Широ, это любимый персонаж LG! Ба, серьезно что ли? Это любимый персонаж LG? И похуй, что Широ еще не было в игре, когда LG снял интеграцию, да? Воу, воу! На кого нацелена эта реклама, Гарена? Сейчас у него одеты они. Сейчас он их снял. И сейчас клейка. Сейчас клейка, оп! Очки уже одеты. Шестое место. Дима Масленников. Он же человек с самыми стальными яйцами в русском интернете. Кто понял, тот понял. На сегодняшний день канал Димы Масленникова насчитывает 10 миллионов подписчиков. И он является одним из самых знаменитых развлекательных каналов в России. А значит, одним из самых дорогих. Одна рекламная интеграция у Димы стоит от 2,5 миллионов рублей. Ля-я-я-я, платили бы вот мне такие бабки за рекламу, я бы, блядь, тоже по-любому и на кладбище бы спал, и в гробу бы себя закапывал, и по заброшкам бы гулял. Блядь, это ж пиздец! А вы знали, что в бесплатном мобильном шутере Free Fire, который на секундочку является лучшей мобильной игрой 2020-го года... Не лучшей, а самой скачиваемой игрой. Это разные вещи. Новые облики вооружения, экипировки и транспорта... Видно, что монтажер толкового пацана, он прям нормально так нарезал. По ссылке в описании. И присоединяйся к многому... Да, реально пизда-то сделал. Реально, прикольно. Какой в стиле Сайнара-бой. Может, ты меня встретишь на поле боя. Кто бы сомневался, что ты тоже играешь во Free Fire, братик. Я тебя, кстати, там видел. Небольшой спойлер, скоро прокачка Димы Масленникова во Free Fire. Нихуя себе. Точно такая же прокачка, как недавно Элджи. Пятое место. Хаймен. Спасибо вам, ребята, что сказали, как правильно читается его никнейм. Этот ютубер тоже был в первой части данной рубрики. Тогда мы поставили его на четвертое место, потому что стоимость его рекламы составила 3 миллиона рублей. У него была тогда самая смешная интеграция, которая просто взорвала мой мозг. Он своим подписчикам задвигал за то, что Free Fire это игра с охренительным сюжетом от первого лица. Какой стыд. Как и с прошлыми ютуберами, Гарена обратилась к Хаймену во второй раз. И я более чем уверен, что новая интеграция им досталась с хорошенькой скидочкой. Я думаю, это примерно 2 миллиона 700 тысяч рублей. В прошлый раз этот чувак просто... Я аж подписался на его канал после его рекламы. Память на 10 минут отойду. На каточку сыграю сейчас. Ох, закрыться, конечно же. На ключ закрыться надо, чтобы никто не мешал играть во Free Fire. О, аж на стул сел, аж уронил карту банковскую. До сих пор играю за персонажа Шира. И похуй, что персонажа Шира еще не было в игре, когда ты снял эту интеграцию. В прошлый раз ты, кстати, за Кронуса играл. Ну, это так, вдруг ты забыл. Мой бой закончился, и ты работаешь. И похуй, что ты все это время смотрел в камеру, блядь, и рассказывал нам про Free Fire. Даже не смотрел в телефон. Мой бой закончился. Снили тебя, походу. Ну, или ты в нее не играл. Чувак, погоди. Ты же на ключ закрывал. Мне состыковочка. Ну, не, в прошлый раз у него, честно, реклама была круче. Смешнее, круче, там, от первого лица, бля, сюжет, то есть, да, сюда, бля. В этот раз отстой, честно. Четвертое место. Моргенштерн. Алишер тоже был в нашем прошлом выпуске. Он тогда стоял на пятом месте, а его интеграция была размещена в Инстаграме, в отличие от других ютуберов. Если у Хаймена была самая смешная интеграция, то у Моргенштерна была самая тупая. Он тупо ехал в лимузине и бухал с какой-то тёлочкой, и параллельно снял хуйню видеоролик с рекламой фрифайера. Ничего личного, Морген, но интеграция эта твоя, ну это реально же швак был. В этот раз все намного лучше. Интеграция не только повысила в качестве, но и вышла на ютуб-канале Моргена, где на сегодня аудитория почти 10 миллионов человек. А сам канал Моргенштерна является, наверное, самым популярным музыкальным каналом в СНГ. А значит, автоматически и самым дорогим. На этот раз, я думаю, Гарена заплатила Моргенштерну примерно 5 миллионов рублей. Он в инстаграме уже рассказывал про фрифайер. Ага, я помню, как ты рассказал про фрифайер. Про самую хуёвую интеграцию, блядь. Это так и могла быть у Гарены. Видимо, сейчас они тебе сказали, чувак, блядь, нам это не нравится. Давай-ка исправлять, давай-ка на ютубчике. Мы так не договаривались. И ты решил, блядь, снять её на ютубчике, да? Вот она, эта реклама, блядь. Сука, ну это был стыд, реально. Поняли, одна из мировых звёзд. Моргенштерн, ты гений. Ты вставил рекламу своего трека в рекламе фрифайера, ёпта. Будет целых 5 победителей. Это как, ну, пальцы... Как 5 твоих ногтей накрашенных. Это сейчас модно. И призов будет мерч с автографом. Криштиану Рональду. Рональду, да. Это Джарахов? Это Джарахов был? Да, Джарахов. Нихуя, ты чё там делаешь, гоблин? Ну вот это смешно, слушай, это смешно. Красавчик, ты победил, братан. По моему личному мнению. Ты победитель, бро. Безоговорочно. Чё, блядь? Декабоя? 26-е декабоя? Декабоя, братан, тебе за эту рекламу 3 ляма заплатили. И ты, и ты не смог. Блядь, да у тебя монтажёр, блядь, уволь его. 26-го декабоя? Декабря. Через R. Гарена. Ау, он вам уже вторую интеграцию запорол, блядь. Декабоя, нахуй. Иди, жонглёр, блядь, иди, жонглируй лучше, блядь. С грамматикой явно у тебя всё хуже, чем с жонглированием. Итак, друзья, это были 7 самых дорогих рекламных интеграций у Гарены за последнее время. Суммарно, за все эти 7 интеграций Гарена потратила около 10 миллионов рублей. Ну а теперь самое интересное. 3 самых дорогих интеграции. Третье место. Влад Бумага. В очередной раз самый популярный ютубер в СНГ, Влад А4, врывается в тройку самых дорогих интеграций с Free Fire. В прошлом ролике он был на втором месте, и мы выяснили, что Гарена отдала ему минимум 10 миллионов рублей за рекламу. В этот раз он на третьем месте, но цифра стала больше, даже несмотря на скидки, которые были с другими ютуберами. Почему? Да потому что Влад с тех пор стал ещё популярнее. На сегодняшний день у него 29 миллионов подписчиков. Это на 2 ляма больше, чем 2 месяца назад. На него подписываются по ляму в месяц. В этот раз реклама у Влада туалетной бумаги А4 обошлась в Гарене примерно в 12 миллионов рублей. Идею для своего первого тиктока я вынашивал уже давно, поэтому не тратил сейчас время... Не вынашивал, а пиздил, блядь, уже их давно. Для тех, кто не в курсе, А4 это один из самых знаменитых плагиаторов вообще в мире, блядь. Даже зарубежные знаменитые ютуберы, у которых по 10, по 15, по 20, по 40, по 100 миллионов подписчиков, уже сняли про него разоблачение, то, что он просто берёт их превьюшки, замазывает лица, вставляет своё лицо и клеит себе. Это я молчу уже о том, что он все идеи подчистую пиздит. У Николая Соболева недавно выходило расследование про этого типа. Поэтому, братан, ты не придумывал свой челлендж, ты его пиздил. Называй вещи своими именами. Я за честность. Потому что он на тебя похож, да? Потому что он похож на тебя. Прическа, я имею в виду, такая же, да? Блядь, тоже хочу быть широ, подожди. Ну, сука, у меня волосы вот так, как у жабы, блядь, не стоят. Во, почти, да? Ну, почти, почти. Хуёвенько, ну ладно. Седьмого февраля широ можно будет ползать. Теперь твои и... Почему они все играют как... Блядь, ну это же вообще нет слов, ну реально, блядь. Ну, вы такие бабки этим людям засылаете. Просто за облачные суммы. Почему вы не можете им дать нормальные футажи для рекламы, чтобы потом хоть какая-никакая, но нормальная игра была. Ну, это же, блядь, стыд. Это же просто стыд. Просто боты на месте стоят, и он по ним хуярит. Ну, блядь. Это стыд. Второе место. Элджей. Я думаю, вы сейчас в шоке. А почему Элджей не на первом месте? Ведь очевидно, что его интеграция была самой дорогой. Ведь именно с ним вышел один из самых масштабных ивентов. Плюс охрененный видеоклип, на производстве рекламы которого в Бухале нереальное количество денег. Плюс многочисленные фотосессии, появление Элджей и его команды на турнире, и так далее, и так далее, и так далее. Но не спешите делать выводы. Самое интересное ждет впереди. На первом месте. За все то, что сделала Гарена совместно с Элджеем за последний месяц, они отдали, я знаю, точно огромную сумму денег. В открытых источниках я посмотрел доходы Элджея и стоимость рекламных контрактов с ним. И знаете, там за облачные суммы. По самым скромным подсчетам, Гарена отвалила Элджею за все это, за ивент, за его лицо на баннерах, за фотосеты, за клип, за турнир, за рекламу клипа. Это минимум 20 миллионов рублей. И вы сейчас будете просто угорать. Но первое место в этом топе, образно так сказать, можно тоже отдать Элджею. Но сначала давайте посмотрим клип. Чтобы вы понимали, вот эти вот человечки у него на линзах, вот эти человечки-диджеи, это все стоит огромнейших денег. Это 3D-анимация, вероятнее, через Cinema 4D делась, а в After Effects параллельном, это стоит огромнейших денег. Тут огромнейшее количество людей, смотрите, над анимацией и 3D-графика работали вот эти вот люди. Один человек из этого списка получает минимум 100 тысяч рублей. А здесь смотрите, сколько имен. Они собрали реально охрененный клип. А текст, конечно, говно. Пули-пули, пау-пау, блядь, убиваю насквозь. Насквозь что, блядь? Первая пуля, это моя наглость, вторая пуля, это моя харизма. Ебать тебе, Элджею, у меня тогда 10 нахуй пуль. Харизма, сексуальность, блядь, наглость, дерзость. Охуительный голос, блядь, да, блядь, дохуя этих пуль. Харизма, вторая моя наглость. Если я не ошибаюсь, даже зарубежные ютуберы из комьюнити-фрифайера посмотрели этот клип и откомментировали его. И он им зашел, это прям реально уровень. Тот случай, когда наш СНГ-регион вырвался прям далеко вперед от других зарубежек. Подобный клип был до дни, не подобный, там другой уровень. У Авака, у Кашемира, но там уровень вообще другой. Здесь это прям, ну это очень круто. Первое место. Тиктокер. Чего, блядь? А вот теперь смотри, помимо того, что Гарена подписала мощнейший рекламный контракт с ЛЖМ, она также сняла ему охренительно мощный дорогой клип. Так помимо этого, они устроили этому клипу масштабнейшую рекламную кампанию в тиктоке. Задействовав в неё просто какое-то заоблачное количество самых популярных тиктокеров. Здесь были вообще все. И Даня Милохин, и его старший брат, и Артур Бабич, и какие-то тёлочки. Я даже половину, блядь, имён этих людей не знаю. Но все их рекламные интеграции в тиктоке, поверь тебе, на слово, стоят огромных денег. Да лишь один Даня Милохин за какую-то 15-секундную рекламную интеграцию в своём аккаунте получает минимум 2 миллиона рублей. А теперь возьмите вот всех этих тиктокеров и сложите вместе. Это же просто жесть. Минимум 25 миллионов рублей было потрачено Гареной на рекламу клипа ЛДЖ в тиктоке. Давайте, блядь, вместе посмотрим, что это за реклама такая дорогая. Вот они, смотрите, все вот эти рекламки с тиктокерами. Давайте просто вот по очереди самых популярных вот так вот откроем. Это Даня Милохин сделал. Ага, я понял. Ну вот это вот ещё более-менее так сексуально, я бы сказал. У меня даже немного это. Пацаны меня сейчас поймут. Я смотрю на то, что у неё... Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Прикольно. Вот это... Вот это нет. Ой, блядь. Эй, уйди, блядь. Уйди, ты... Уйди. Ты максимально... Как тебе объяснить? Ну... Блядь, ещё и ногти накрашены, фу, господи. Вот это вот... Вот это вот... Ой, вот это вот, это стоит столько. Вот это нет. Господи Иисусе, блядь, кто эти люди? Юнгер, кто это такой, блядь? Ты выглядишь просто... Чувак. Ебать, блядь, блядь, вот на этом вот... Вот на этом вот заплатили столько денег. Ебать. Вот это вот стоит 25 миллионов рублей. Серьёзно? Эээ, где мой... Где мой телефон? Эээ, окей. Окей, сейчас. Это была вторая часть рубрики Сколько стоит Free Fire? Я очень надеюсь, что она тебе понравилась. И ты обязательно поставишь лайк под этим видео. Я очень старался ради тебя. Ставь лайк, пиши в комментариях, что думаешь по этому поводу. Какая интеграция была самой крутой, какая самая плохой, а какая, по твоему мнению, не стоит тех денег, за которые её купили. Мне будет очень интересно почитать и узнать твоё мнение. Подписывайся на канал, если до сих пор не подписан. И прожимай колокольчик, чтобы не пропустить новые охренительные видосики по Free Fire. С тобой был я, отец Евген. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok